И я бы хотела сейчас пригласить своего коллегу из научной библиотеки Беларусского национального университета. Он у нас ответственный за наш репозиторий университетский. И сегодня он хочет поделиться опытом о том, каким может быть репозиторий, какие коллекции разнообразные может себя включать. Я приглашаю Ковалевского Алексея. Мистер Алексей Ковалевский. Здравствуйте. Могу начинать, да? Слышно меня? Да. Отлично. Хорошо. Так, сейчас я начну демонстрировать вам экран свой. Видно, да? Отлично. Хорошо. Спасибо. Еще раз здравствуйте всем. Как уже Инна Ихтарна сказала, мой доклад называется «Какие могут быть репозитории?». И хорошо, что Камила выступала передо мной. Она сказала, что у них в Польше тоже есть такие проблемы. И, собственно говоря, я буду говорить и о проблемах, и о методах их решения. И сразу так, где тут мой чат? Не знаю. Так, сейчас. Тихонечку. Чат. Я просто хочу попросить… Я вот буду что-то рассказывать. Если у вас есть вопросы, сразу можете задавать чат. Я вообще люблю проводить такие мероприятия, когда можно коммуницировать в режиме реального времени со своими коллегами. Вот. Поэтому, если у вас есть какие-то замечания, может быть, я буду говорить что-то такое контроверсивное, с чем вы не согласны. Вы можете это сразу писать сейчас. Я, надеюсь, это увижу. И мы с вами это обсудим. Хорошо. Давайте я начну. Так. Леша, и не забывать, что вас переводят. Да. Я постараюсь не забывать. Мое экспрессивное выступление, надеюсь, переводчику будет не очень трудно переводить. Я постараюсь сделать паузы. Вот. Хорошо. Итак, каким может быть репозиторий? Вообще, наш репозиторий прошел долгий путь. С 2011 года конца. В основном, как это принято, и, наверное, во всех репозиториях, основными документами являются научные статьи, доклады, учебные материалы, учебные пособия, электронные учебно-методические комплексы и так далее. То есть, это научный и образовательный контент. Вчера тоже об этом рассказывали нам. Есть различные ресурсы открытого доступа по части образования. Но мой сегодняшний доклад будет не о них, хотя можно упомянуть, что в основном все документы в нашем репозитории открытого доступа, за исключением диссертаций и отчетов о научно-исследовательской работе. Про каких коллекциях, собственно говоря, я хочу вам рассказать? О коллекциях, которые появились у нас путем изучения других репозиторий и изучения, в первую очередь, нашего опыта вообще работы с преподавателями, студентами в рамках Белорусского национально-технического университета. Первая коллекция, о которой я хочу рассказать, это коллекция патентов. Опять же, возвращаясь немножко назад, перед тем, как создавались те или иные коллекции, вот эти вот, о которых я вам расскажу сегодня, был проведен анализ около 50 репозиториев различных не только стран СНГ, например, но и западных. И ни в одном из этих репозиториев я не нашел и намек на такие коллекции. Поэтому, если вдруг, сейчас, когда я буду рассказывать, кто-то из вас скажет, у нас это тоже есть. Буду рад, если вы поделитесь этим в чате. Итак, первая наша коллекция, о которой я хочу рассказать сегодня, это коллекция патентов. Коллекция эта появилась каким образом? Вот как-то мы сидели, у нас заканчивался, ну, почти заканчивался поток документов, которые мы можем ввести в наши репозитории. И вот мы начали рассуждать, что мы еще можем сюда добавить, чтобы это было, скажем, полезно, а не было каким-то информационным мусором, если можно говорить в таком. Почему я вообще упомяну об этом? Потому что, например, у нас есть коллекция выпускной и квалификационной работы, кому-то это может показаться информационным швом, потому что здесь есть только рефераты дипломных работ, самих дипломных работ здесь нету. Ну и, на мой взгляд, эта коллекция, скажем, самая слабая у нас. Но и в ней есть польза. Я немножко отвлекаюсь от рассказывания о патентах, но это важное отступление, потому что, например, те же выпускные квалификационной работы, рефераты, время от времени нам звонят в наш репозиторий, в библиотеку, и говорят, что вот мы в интернете нашли какую-то тему интересную для нас, пожалуйста, дайте контакты этих авторов, с кем мы можем связаться и работать в дальнейшем. Таким образом, мы выходим на университет, понимаете, да, говорят библиотеку, выходим на университет и, скажем, даем контакты тех людей, кто ответственен и студентам, и преподавателям, кто отвечает за эти работы, соответственно, на кафедры. Итак, коллекция патента. Вообще, идейный вдохновитель этой коллекции именно Виктор и Юрик. Ее была идея. Действительно, мы подумали о том, что какая есть проблема вообще. У нас в Белоруссии нет какой-то единой базы данных патентов, которая бы могла охватить все источники, где бы были патенты конкретной организации. Соответственно, мы использовали около 6-7 ресурсов, чтобы создать эту коллекцию. В первую очередь, это сайт нашего патентного ведомства белорусского. Но, опять же, интересный момент, что у них сменилась база данных, и сейчас, например, нельзя состеровать информацию, нельзя посмотреть, отслеживать, какие документы появились новые, где есть там полные тексты. Да, вот эта вот коллекция, у нас здесь абсолютно все полные тексты патентов. Все они распознаны. Да, вот, в первую очередь, это была база наших белорусских патентов. Потом, в дальнейшем, мы расширили наш взор, где мы можем брать источники. И дальше, следующим ресурсом стал сайт Федерального института патентных, в общем, ФИПС, российский сайт, который занимается патентованием российских документов. Там тоже нашлись какие-то белорусские патенты. Так, в дальнейшем это были, естественно, сайт Google патентов, Яндекс патентов, база Geopaties, сайт европейского патентного ведомства. В общем, где мы могли найти какие-то документы, патенты, которые бы связаны были с ВНТУ, мы их искали, где надо распознавали. А, отлично, да. Вот коллеги пишут, я вижу все, что у них тоже есть коллекция патентов. Пока я рассказываю, можете, пожалуйста, еще написать в чате, какой у вас охват в процентном соотношении по вообще, сколько у вас патентов там и с какого временного промежутка вы их ведете. Например, у нас с момента основания университета здесь есть все патенты, то есть когда-то еще был СССР, Советский Союз, до настоящего дня. Ретроспекцию мы закончили. Я могу сказать, что 99,9% патентов здесь есть. Может быть, что-то мы не нашли, но если найдем, обязательно загрузим. Сейчас эта база, естественно, пополняется новыми патентами. Собственно говоря, сразу расскажу интересный момент. Да, если я вдруг буду по времени где-то перебирать, вы скажите, пожалуйста, потому что тема такая очень большая, говорить я могу много, но я знаю, что у нас регламент ограничен. Последнее, что я скажу по этой базе. У нас есть интересный пример, как эта база вообще работает. Ведь все эти коллекции, ну, вы понимаете, они работают на продвижение университета, на продвижение библиотеки, на продвижение авторов и преподавателей, и студентов. Так вот, если говорить об интересном примере, как-то нам в библиотеку звонит человек, говорит, вот я на вашем сайте нашел документы с алмазной пастой. Я сразу начинаю понимать, что алмазная паста, это где-то у нас, наверное, с патентами связано. Я захожу в наш репозиторий, вишу на трубке, быстренько набираю алмазная паста и нахожу, собственно говоря, эти патенты. Смотрю, кто здесь в авторах, быстренько захожу на сайт нашего БНТУ, в общем, нахожу этих авторов, и человек спрашивал, он работает конно-предприятий, хочет купить алмазную пасту и просит контакты у нас в библиотеке. Понимаете, как это работает? И в итоге мы, в конце концов, вышли на авторов этого патента. Оказалось, что они работают... Так, сейчас покажу. Так. Алмазная паста БНТУ. Они работают в одном из структурных подразделений. И мы, собственно говоря, дали контакты ответственных. И потом, как я понимаю, состоялась какая-то сделка между БНТУ и той организацией. То есть у нас купили этот продукт. Но почему они вышли на нас? Вы понимаете, что репозитория отлично индексируется поисковыми системами. Вот если сейчас я вам открыл первую страницу, где-то сверху сразу идет наш репозиторий. Возможно, каким-то образом еще вышли. Ну, не знаю, я уже не расспрашивал. Вот пример реальный, как это работает. Кстати, может быть, пока я буду рассказывать дальше или как, напишите, пожалуйста, как вы думаете, какая вообще кафедра, какая отрасль знания может относиться к алмазной пасте и кто вообще ее у нас продает, какое структурное определение. Ну, я понимаю, что те, кто не знаком с БНТУ, техническим университетом, может быть, и не догадаются, но даже для нас это было интересно посмотреть, что алмазная паста – это не то, что мы думали раньше, где она может использоваться. Вы можете в чате написать, я буду двигаться дальше, естественно. Следующая коллекция, которую бы я хотел рассказать, это коллекция графической работы. На данный момент это моя самая любимая коллекция. И здесь в ее основе были боль, труд, досада и восторг. Весь спектр эмоций, наверное. Почему? Тоже мы как-то задумались, что мы можем еще загружить в любую историю. Какой у нас есть вообще уникальный контент нашего университета. Есть проблема, что из года в год очень много таких творческих, креативных студентов делают какие-то проекты архитектурного факультета в том числе. А все они выступают, может быть, выступают на каких-то конкурсах, но потом так или иначе их судьба. Какой-то черный ящик небытия. То есть они размещаются где-то потом в столе, грубо говоря. Спасибо, коллеги. Пишут, что с 85-го года патенты. Опять же, основываясь на вашем опыте, может быть, вам будет интересно потом сделать интроспекцию до самого основания вашего структурного подразделения, там, университета или что это у нас. Ну, как я подозреваю, можно интроспекцию еще и дальше. Дальше смотреть по временному расположению. Возвращаясь к этой коллекции графических работ, как я уже говорил, эти работы должны были быть в небытии. Мы их из этого небытия достали путем плодотворной работы. Вообще, есть такая проблема, вы сами знаете, как библиотекари, уже вот Камила говорила. Открытый доступ, не все понимают, что это такое, не все его любят. И это наша работа в первую очередь донести до преподавателей, студентов и наших пользователей, что открытый доступ это будущее, ну, уже настоящее, я надеюсь, и сто процентов вообще документов должно находиться в открытом доступе. Хорошие они, плохие, неважно, пользователи пусть сам решают. Вот Петр Михайлович Лопо вчера говорил, что у него пессимистические взгляды, что количество информации растет, а ее никто не успел ассортировать и анализировать, скажем, и до конечного пользования доходит малой информации, но если эта информация не попадет в открытый доступ, то мы о ней не узнаем и, возможно, на основе этого не было какого-то прорывного исследования. Поэтому я как сторонник, ярый сторонник открытого доступа, я за то, чтобы сто процентов вообще информации, документов находился в открытом доступе. Так, сейчас нам еще в чате пишут. Так, тоже есть пациенты. Ага, отлично. Так, в общем, возвращаясь к этой коллекции. Мы обратились напрямую к архитектурному факультету, первому нашему подразделению, который занимается графическими работами, наверное, главному. Вообще, в Беларуси архитектурный факультет БНТУ является передовым, ведущим, это главная архитектурная школа у нас в стране. И очень странно, согласитесь, что труды этой школы остаются где-то незамеченными для широкого пользования. Поэтому мы встретились с деканом, поговорили, рассказали про преимущества открытого доступа, и он пошел нам навстречу, он понял, он оценил это, и в конце концов он в конце концов дал нам возможность эти работы размещать в репозитории. Чему мы очень рады, и спасибо Сардару Армену Сергеевичу, но это было год назад. Сейчас, в этом году, какие-то кафедры из этого факультета уже сопротивляются, и пока нам в этом году передала только одна кафедра. Ну, понимаете, проблема есть. Дальше. Эта коллекция начиналась с архитектурного факультета. Сейчас в эту коллекцию уже вошли какие-то новые структурные подразделения. Например, у нас есть персональная коллекция Хашевского Павла Анатольевича, это плакатист. Опять же, к нам пришел данный преподаватель в репозиторию приносить документы. Мы узнали его, потому что в новостях была информация, что у него проходили выставки. Мы такие, о, здравствуйте, это вы тот самый Павел Анатольевич Кашевский, который делает плакаты. Да, это я, и так далее, и так далее. То есть, мы договорились с ним, он передал нам в репозитории эти работы, и таким образом, вот мы можем с гордостью сказать, что у нас есть такая уникальная коллекция. я знаю, что у меня время подходит к концу, я сейчас скажу про последнюю коллекцию и вернусь на последний пример, и на этом закончу. Дальше у нас новая коллекция, это конкурсные проекты, такая же проблема, что к нам не идут сами преподаватели, не идут к нам студенты, чтобы дать нам в наши репозитории и вообще поделиться с миром своими творческими работами. Они, может быть, думают, что это никому не надо, они идут куда-то в стол. Опять же, мы прочитали, что есть такие конкурсы, вот конкретно здесь конкурс «Твой проект». Мы созвонились с ответственными, кто проводит этот конкурс, и создали такую коллекцию. Пока это всего семь работ, но она будет пополняться, к нам, надеюсь, будут присоединяться другие конкурсы. В данном случае это вот презентации какие-то с проектами. Опять же, здесь какие-то очень интересные проекты, схемы и так далее, но я все сейчас углубляться не буду, вы можете перейти на сайт нашего репозитория, ссылочку я вам прямо сейчас скину и посмотреть сами коллекцию наших графических работ и конкурсные проекты, и патенты. Последний пример, я уже заканчиваю, я знаю время. Как это работает? Вот в архитектурном факультете, когда я водил очередной патент, я удивился, что существует архитектурно-дизайнерская концепция оврагов. Вы представляете? Овраги, вот для меня это было открытием, что овраги, кто-то может создавать концепцию, обустраивать их вот в таком масштабном ключе. Я вам покажу просто, как это выглядит, вы потом сами загуглите, посмотрите, почему это интересный пример. Если раньше при поиске в интернете этого вот оврага, это Гопеев овраг, это какое-то популярное место для прогулок в городе Литебске, это крупный областной центр у нас в Беларуси. Если раньше там были какие-то такие сторонние новости при выдаче поисковика, то теперь наш Гопеев овраг в репозитории находится на первых строчках. В Яндексе это первая строчка, в Гугле там третья или около того. В чем основная проблема? Нас вызвало интерес, что в 2012 году, была новость, она называется так. Аттракционы в Гопеевом овраге не появились, но гулять там стало не так страшно. То есть еще в 2012 году проходила какая-то реконструкция, обустраивание этого оврага, но если вы видите эту картинку, то вы можете представить масштабы вот этого обустройства. И в чем основной мой посыл? мы эту работу разместили, теперь она находится на самых высоких строчках выдачи поисковиков. И в следующий раз, когда жители этого города скажут сами себе или скажут администрации, где наша реконструкция нормальная нашего оврага, место, где мы гуляем с детьми в том числе, а там были какие-то проблемы с мусором, с ветками, палками и так далее. Сейчас они могут по первой ссылке или по первым ссылкам найти этот макет, концепцию дизайна оврага и сказать «Господа чиновники, у нас уже есть готовая концепция, поэтому, пожалуйста, будьте добры сделать ее вот таким образом, потому что нам нравится». И я надеюсь, что ваши репозитории тоже найдут уникальный контент, который вы сможете загружать в репозиторий. Таким образом и преподаватели, и студенты получат должное продвижение, смогут использовать это в своем портфолио, и вы будете продвигать не только их, но и библиотеку, и ваше учреждение. Спасибо. Спасибо большое. Алексей, в чате есть вопрос к вам. Ответьте, пожалуйста. Спасибо, да. Кратко и очень кратко. Очень кратко. Извините, что я задержался. Все коллекции наполняют библиотекари за исключением выпускных коллекционных работ. У нас нету самую архивирование. Выпускные коллекционные работы загружают сотрудники кафедр, потому что там очень большой массив. Все остальные работы, патенты, графические работы занимаемся мы. Что касается графических работ, вручную вводим аннотации, потому что там нераспознанные файлы, массивные, там метр на метр могут быть, занимается библиотека. Библиотека занимается продвижением и связью с авторами, преподавателями, студентами, администрацией вуза и так далее. Я вам опять же повторяю, если не вы, то никто. спасибо. Спасибо, Леша. Спасибо.